Всем привет! Это на диване, но не телемагазин. Сегодня видеостудия Zinar и SmartBobber.ru объединили свои силы, чтобы проверить на прочность вот эту посылочку российского бренда InWin. Ну что, ребят, серьезно? Вы что, не вытащили приставку? Значит, сегодня у нас Smart TV приставка на Android InWin KM5 Pro. Итак, начнем с внешнего вида. Что у нас тут? Белая коробочка. Открываем белой коробочке. Черная коробочка. И куча вот у нас проводочков. Блок питания, HDMI-кабель и пульт дистанционного управления. Что еще? Инструкция. Да ладно! Инструкция на русском языке. Правда, конечно, мелковата немножко. Но вполне себе читабельно, вполне себе с картиночками. Конечно, сэкономили, ребятки, на бумаге. Но, с другой стороны, сэкономили на бумаге, спасли дерево, спасли бобра. Smartbobra.ru Поставим им плюсик в карму, так и быть. Итак, что у нас по стильной черной коробочке с признаками жизни, кстати? Такой дизайнерский голубой ход. Ой! Ну, как-то так вырвалось. В общем, здесь есть замечательная серебристая окантовочка. Есть, я вижу, два USB-кода версии 2.0. Дальше разъем для карты памяти. Это у нас разъем для сетевого кабеля. Не помню этого мудреного названия. И для HDMI разъемчик. Конечно, есть еще разъем для блок питания. И я вижу здесь разъем для AVI. То есть, к аналоговому телевизору можем подключить данную приставку. И старенький обычный телевизор может превратиться в настоящее Smart TV. Это круто. Единственное, что кабель, к сожалению, не идет здесь в комплектации. Его придется докупать отдельно. Но хотите себе умное ТВ, пожалуйста, приобретайте. Далее мы видим, смотрите, здесь такие есть. Вся поверхность его такая ребристая. Щелей очень много. То есть, грубо говоря, это вентиляция. Вентиляция есть. И это просто замечательно. Это великолепно. Значит, не будет перенагреваться. Значит, прослужит довольно долго. Что я могу сказать? По внешнему виду довольно-таки достойно. Единственное, что, например, мне лично не очень нравится, это то, что здесь всего лишь два USB порта. К сожалению, а не три, не четыре. То есть, ну что, здесь можно. Вставил флешку, вставил мышку. Ну, как бы и все. А хотелось бы, конечно, побольше. Пальчиков-то пять. Все характеристики Invin KM5 Pro, вот они и есть здесь на коробочке, но более подробное описание вы можете увидеть в обзоре на сайте smartbobr.ru. Что ж, а сейчас, я думаю, мы ее протестируем. Кроме и настоящий тест-драйв. Загрузился у нас главный экран, или по-другому лаунчер. И что мы здесь видим? Видим белые обои, которые, кстати, нельзя поменять, к сожалению. Видим здесь часы, видим логотип KM5 Pro. Дальше есть пять кнопочек, которые также здесь уже встроены, родные, и их поменять, ну, по крайней мере, мы с ребятами smartbobr.ru не нашли, как это сделать. Может быть, у вас получится. А сверху идут иконки, которые вы сами загружаете, как кому нравится, как в планшете, как в смартфоне. Вот, пожалуйста, вам Chrome можно добавить, можно убавить. Это то, что мы уже загружали. Здесь есть Play Market, загрузки, все, что угодно. Что еще примечательно, это то, что эта приставка поддерживает HDMI-сек. Что это, собственно, нам дает? То, что если и телевизор поддерживает этот стандарт, ну, как в случае у меня, например, то, соответственно, можно обходиться и пользоваться всего лишь одним пультом. А это очень удобно, согласитесь, минус один пульт под диваном, это всегда приятно. Ну, смотрите, вы уж сами, как у вас. Ваши телевизоры поддерживают, не поддерживают. В любом случае, этим пультом тоже удобно пользоваться, так как здесь все на русском языке, все понятно. Давайте-ка зайдем в приложение, самое интересное. Посмотрим, что здесь. Вот Chrome любимый наш, YouTube также есть. И, смотрите, очень интересная штука HD Video Box. Такое приложение вы точно не найдете в Play Market по известным причинам. Но что нам дает HD Video Box? Это, по сути своей, онлайн кинотеатр. Внимание, бесплатный онлайн кинотеатр. То есть, фильмы, сериалы, мультики, все, что угодно. Заходите сюда и с удовольствием смотрите. Ну, вот, собственно говоря, да, видео хорошее, мы видим, качество отличное. Давайте-ка попробуем посмотреть что-нибудь в 4К. Ну, вот, например. Ну, с небольшим подтормаживанием, но видео идет. Смотрите-ка. Сейчас проверим еще Full HD, конечно же, потому что в основном это мы смотрим Full HD. Посмотрите, какие насыщенные цвета, картинка, просто конфетка. Ну, раз такая красота на Full HD происходит, то, соответственно, я думаю, что дело не в приставке. И 4К оно, значит, может нормально производить, воспроизводить вполне себе. Видимо, просто у меня интернет не самый быстрый. Ну, что ж, идем дальше. И вот есть еще одно очень интересное. Вот торрент, такое длинное название, торрент стрим контроллер. А это, по сути, свои ТВ, бесплатное ТВ, 500 телеканалов в ваших руках. Пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь. Что еще рассказать вам? Самое важное в приставке это что? Как в любом устройстве, это производительность. Поэтому ребята с сайта smartbobber.ru зашли и протестировали на Antutu эту приставку. И что мы видим здесь? Вот, посмотрите, баллы 31949, или, как называют их еще местные, это попугай. Значит, эта приставка такой крепкий середнячок, потому что многие не дотягивают даже 27 тысяч, но есть и те, которые гораздо выше. Единственное, что в игры здесь точно не поиграешь. 3D-игры не потянет, хотя такие простенькие, как Clash of Clans, вполне себе приемлемо, можно и поиграть. Итак, подведем итоги. Приставка InWin KM5 Pro отлично подходит для просмотров кино в качестве Full HD и 4K, если вам позволит интернет. Конечно, еще огромным плюсом является 500 ТВ-каналов. Обзор для вас подготовили эксперты smartbobber.ru, видеостудия Zinar и я, Светлана. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»